Ростовский аэропорт Ростовские власти мониторингом цен Дани родному триколору ростовчане пронесли по улице Пушкинской 50-метровое полотно российского флага Флаг, такое дело для каждого человека, россиянина, это святое И поэтому я не раздумывая приехал с Новочеркасской сюда, чтобы принять участие в этом митинге Ростовский аэропорт реконструируют весной следующего года Ремонт взлетно-посадочной полосы был запланирован на эту осень Но по поручению донского губернатора срок строительных работ перенесли Сейчас руководство аэровокзала определяет сроки и даты ремонта Мы планируем где-то май-июнь провести эту реконструкцию Все-таки мы ее должны и обязаны провести Но график выполнения работы мы сейчас рассматриваем Вполне возможно это будет и без закрытия, может быть это будет с закрытием Все будет зависеть от того, как подрядчик предложит нам выполнить эти работы Сейчас мы ведем переговоры с несколькими подрядчиками Хоть в бархатный сезон аэропорт Донской столицы продолжит работу Но восстановить все перенесенные рейсы не удалось Отмечают авиаперевозчики Не восстановлена часть рейсов, небольшая И причина здесь простая Дело в том, что после информации о закрытии на реконструкцию полосы Мы, естественно, предприняли определенные действия Для того, чтобы сохранить нашу производственную программу Объем этой производственной программы И были достигнуты договоренности Открыты новые рейсы из других аэропортов Соответственно, на них уже были проданы билеты И сейчас их отменить просто нет возможности В аэропорту, говорят, небольшие проблемы возникли с зарубежными рейсами Но в целом удалось восстановить расписание на 95% Твердое «нет» дефициту сказали ростовские власти Чтобы жители не ощутили на себе последствия запрета ввоза в страну иностранных продуктов В мэрии подготовили ряд мер Во-первых, речь идет о развитии сети продовольственных ярмарок В ближайшее время в городе откроют сразу 14 Свои товары на них представят донские фермеры А также производители из Белоруссии По оценкам экспертов, импортную продукцию легко смогут заменить аналоги из других стран Не попавших под действие санкций Или отечественные товары Например, ростовский мясной завод уже увеличил объемы производства и поставок колбасных изделий В том числе и премиум-класса Как показал мониторинг, сложившаяся ситуация не сильно беспокоит руководителей торговых сетей и местных магазинов В силу слабой зависимости от импорта Который составляет не больше 10% ассортимента Как отметил накануне заместитель мэра по вопросам экономики Виталий Золотухин Главная задача – не допустить скачка цен Проведение мониторинга по основным товарным группам Осуществляется с целью выявления роста цен При этом фиксируется минимальная и максимальная розничная цена в конкретной группе товаров А также наличие либо отсутствие продажи продуктных товаров первой необходимости Информация по результатам мониторинга ежедневно направляется в департамент потребительского рынка Ростовской области А затем Минпромтур Российской Федерации Сегодня на центральном ростовском рынке наблюдаются незначительные увеличения стоимости форели, мяса птицы и шампиньонов, поставляемых из-за рубежа Зато цена упала на сезонные овощи и фрукты Обо всех фактах необоснованного повышения стоимости продуктов питания власти просят сообщать по телефонам горячей линии Пока жалобы от ростовчан поступили только на яблоки, реализуемые в одной из торговых сетей Ведется проверка Донской земле, донские семена Депутаты законодательного собрания Ростовской области вынесут на ближайшее заседание парламента вопрос импортозамещения в сельском хозяйстве В законе по семеноводству нужны изменения Сегодня аграрного сектора у нас вышли на первый план, потому что возникла необходимость импортозамещения продуктами и импортозамещения местными семенами Этот вопрос у нас давно стоял, еще до тех политических событий, которые сегодня подталкивают нас на активизацию работы в аграрном секторе Теперь депутаты намерены расширить возможности местных производителей семян и помочь на законодательном уровне свободно реализовывать свой продукт на территории региона Изменения коснулись и муниципалитетов Власти планируют вернуть право продаж земель сельскохозяйственного назначения местным администрациям Сегодня принято решение, ее депутаты на комитете поддержали, вернуть право покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения местным администрациям Такие перемены помогут фермерским хозяйствам избежать бюрократических проволочек и упростят схему оборота земель сельхозназначения С чего начать и как преуспеть? Ответы на эти вопросы предприниматели Ростова найдут в специальном проекте Сбербанка «Книга бизнесу» Теперь клиенты в Центре развития бизнеса на улице Красноармейской могут бесплатно взять понравившуюся книгу, прочитав, вернуть и даже оставить свою Такой принцип называется буккроссинг В Центре подобраны более сотни изданий, уже ставших классическими и современные наработки о том, как организовать и эффективно вести свое дело Я с радостью обнаружила здесь книгу, по которой училась 20 лет назад в университете Это книга Филиппа Котлера Мы гонялись за этой книгой, ее было очень трудно достать Практически было невозможно купить собственность А сейчас она доступна в буккроссинге, я считаю, что для начинающих предпринимателей это очень важно Читатели необычной библиотеки в банке вспомнили и знаменитую формулу англичанина Ричарда Коха, которая гласит 80% результатов мы достигаем благодаря 20% своих действий В них обязательно входит чтение Организаторы добавляют, книги, одобренные экспертами Сбербанка, являются полезными, особенно с точки зрения организации новых решений для расширения бизнеса Мы стремимся сделать пребывание наших клиентов в нашем офисе более приятным, интересным и полезным В любой момент, когда клиент может прийти к нам в офис, он может присесть в удобных креслах, расположиться, взять книжечку, прочитать Организаторы уверены, тематика и количество изданий библиотеки для бизнеса будет только увеличиваться К проекту банка подключилась Донская публичная библиотека Из фонда уже выделили больше 30 книг серии азбука предпринимателя Белый цвет означает свобода, красный – власть и синий – небо В день российского флага все разговоры только о нем – символе государства Перед публичной библиотекой молодежь из Ростова и других городов области собралась, чтобы не просто размахивать триколором, а пронести трехцветное полотно небывалых размеров – 50 метров в длину Флаг – такое дело для каждого человека, россиянина, это святое И поэтому я не раздумывая приехал с Новочеркасска сюда для того, чтобы принять участие в этом митинге Разворачивают гигантский флаг коллективно Сотни рук поддерживают полотно Нести его полагается над головой На подготовку шествия уходит минут 15 Этот праздник связан с тем, что во время митинга по погибшим 22 августа 1991 года Манифестанты вынесли бело-сине-красное полотнище И президент Ельцин объявил о том, что это новый государственный флаг Впереди колонны – оркестр В сопровождении музыки активисты неспешно начинают шествие Маршрут заранее согласован по Пушкинской до парка Горького Там участников акции и горожан ждал праздничный концерт Ростовчане попрощаются с летом ярко В городе снова пройдет необычный индийский праздник – фестиваль красок Кроме входных билетов, участникам необходимо захватить с собой отличное настроение И желание испачкаться с головы до ног Цель – раскрасить этот мир, не просто друг друга Выброс эмоций, ярких красок И это все очень весело Мы проводили 1 июня фестиваль Многие остались довольны и мы решили провести еще раз Вот так шумно и разноцветно в восточной стране встречают весну Фестиваль красок или холли в Индии длится в течение двух дней В конце февраля – начале марта В Ростове же обещают уложиться всего за несколько часов Гостей праздника ждет насыщенная программа и многочисленные вспышки фотокамер Организаторы пригласили на праздник десяток фотографов Мы познакомили людей с этим фестивалем Это был вообще первый фестиваль в Ростове Мы его проводили, то есть до этого нас никто не проводил И мы знакомили людей, что это такое с этой культурой И сейчас мы хотим еще больше набрать людей Ну точно цифры не могу сказать Ну неплохо, если пришел весь Ростов В программе праздника сюрпризы и конкурсы Поддерживать красочное настроение уходящего лета Будет живая зажигательная музыка Настоящим гвоздем программы станут танцевальные флешмобы Фестиваль красок откроется на стадионе СКА 31 августа в 16 часов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова